И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Перед началом данного видео хочу выразить огромную благодарность всем своим спонсорам на канале. Спасибо, ребята! Спасибо за вашу поддержку и месячную подписку на канал. Спасибо! Ну что же, данное путешествие мы с вами, ребята, начнем на корабле под названием Странник 2. Странник 1 у нас, к сожалению, немножко поломался на экзопланете в тысячах световых лет от нашего родного дома, от нашей планеты Земля. И сегодня мы отправимся с вами в межгалактическое путешествие на Страннике 2. Ну что же, многие просили, ребята из вас, взять управление каким-нибудь кораблем и полетать на них. Ну почему бы нет, мы с вами сейчас это и сделаем. Честно, сразу скажу, что управление особо я, честно, не знаю, ну и корабли немножко работают не так, как нужно, но что-то с вами попробуем сейчас сделать. Так, нужно сейчас ускориться, немножко ускориться скорость нашего корабля. 33 километра в секунду. Это шикарно, превосходно. И мы, ну, наверное, будем вылетать из нашей галактики Млечный Путь. Слева от нас планета Земля. Если будет видео тормозить, то извините, Space очень-очень прожорливый. Нагружает систему, нагружает мой ОБС. Так. Ну, наверное, нужно держать высоту. Нет, стоп. Лучше будем лететь по прямой. Жалко, что нету вида из кабины, хотя есть один мод, где можно наблюдать все красоты из кабины. Кстати говоря, вот сейчас, давайте мы сейчас и будем наблюдать из кабины. Сейчас мы сделаем другой вид. Почему бы нет? Можно понаблюдать планету Земля, а потом уже отправиться на горизонты галактики Млечный Путь. Ну что же. Мы внутри. Внутри. Нашего странника два. Все-таки у меня получилось переключиться на внутренний вид. И посмотрите, какие прекрасные виды открываются нам на планету Земля. Да, жалко, что, конечно, мы не можем повернуть голову влево, а повернуть вправо, но из кабины странника мы можем наблюдать на нашу планету Земля, видеть северное сияние, видеть океаны, материки, видеть дальние звезды. Так. Сейчас мы немножко развернем корабль. Солнце слепит. А почему бы нам не пролететь мимо Солнца, да? Не пролететь мимо Солнца, а потом уже отправиться прямиком за горизонты Млечного Пути. Давайте сделаем это. Ну что же. Корабль начинает ускоряться. Жалко скорости, я не вижу нашего корабля. Ну, не суть. По-моему, 60 км в секунду. Я не буду, не буду все видео записывать, как мы летим, потому что это будет очень долго. Вот сейчас подлетим к Солнцу, и тогда с вами включимся. Интересно, насколько бы в реальной жизни было бы смотреть на нашу звезду Солнца, сидя в таком же шаттле, как наш Странник 2, и любоваться темными пятнами на поверхности звезды. Ну, хорошо, что наш Странник защищен. На нем очень хороший материал, который защищает нас от радиации, и иначе бы мы бы с вами вмиг бы погибли. Представляете, зажарились бы. Да, Странник выдерживает очень огромные температуры, огромную радиацию, и мы сможем теперь с вами поближе подлететь к звезде и рассмотреть ее. Нужно, наверное, ускорить немножко время, но желательно, лучше бы, конечно бы, вот так вот аккуратно развернуть наш Странник и увеличить скорость. Скорость вся та же 60 километров в секунду. Ну, мне кажется, гравитация сейчас от звезды увеличилась, и корабль ускоряется прямиком, прямиком готов упасть на поверхность. Я бы, конечно, хотел бы сейчас прямо пролететь над темными пятнами. Давайте сейчас ближе подлетим и включимся с вами. Чертовски невыносимо жарко, но все-таки нам удалось немножко приблизиться и опуститься ближе к поверхности Солнца, и мы пролетаем прямо-таки над темным пятном. Их здесь достаточно много. Это невероятно. Но я думаю, нужно за всем этим понаблюдать, скорее всего, из кабины, нежели смотреть на это чудо снаружи. Я сделал несколько маневров, чтобы как можно ближе максимально приблизиться к темному пятну. Опс. Но скажу еще раз повторюсь, что через обшивку я чувствую весь тот жар нашего Солнца. Даже, блин, через толстую обшивку невероятно. Так. Вот такие виды, в принципе, можно наблюдать с нашей кабины темное пятно. Кстати, в свой телескоп Skyline 70 я наблюдал темные пятна на Солнце. Кто наблюдал свои телескопы, вообще, кто имеет телескопы, и кто наблюдал темные пятна на Солнце, пишите в комментариях ваши впечатления. Ну что же, пора, наверное, выбираться, уже пора давно выбираться за пределы Млечного Пути и понаблюдать на красивые виды с нашего Странника 2 на красивые виды нашего дома Млечный Путь. Отправляемся за горизонты. Набираем ускорение. Скорость корабля 273 километра в секунду. Поехали. Ну что же, друзья, мы с вами за пределами Галактики Млечный Путь. Вот наш остров жизни. Мы далеко от планеты Земля. Наша планета Земля всего лишь маленькая точечка в этой пучине. Пучине звезд. Посмотрите, мы даже не увидим отсюда наше Солнце. Где-то маленькая точечка звезда по имени Солнце. Где-то вот там в рукаве. В рукаве Ориона. Но даже отсюда мы ее с вами не увидим. Сотни, сотни звезд различных туманностей. все это содержится на нашем острове. Галактика Млечный Путь. Фантастический полет, согласитесь, и аккуратно, аккуратно, стой, 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 не так быстро. Да, все-таки управление странником 2, ну, непривычное на страннике 1, как-то удобнее управлять, а здесь все-таки штурвал более, наверное, для опытных пилотов, нежели для меня. Галактика Млечный Путь. Прощай. А куда мы летим? Мы летим в неизвестность. Видны Магеллановы облака, но мы летим дальше. господа, можете отстегнуть свои ремни, ускорение закончилось, и наша скорость стабильная. Можете теперь спокойно наслаждаться бесконечными видами во Вселенной. Все, что ты видишь, это сотни тысячи миллионы галактик в нашей Вселенной. Посмотрите, насколько далеко мы улетели от галактики Млечный Путь. Вон она, вдалеке. Небольшое пятнышко. За бортом видно маленькие галактики нашей соседки. Галактика, треугольник, маленькие, большое Магелланово облако. Ну, а мы разворачиваем наш корабль и летим дальше в бесконечность. Давайте пролетим над галактикой Андромеда. Наше межгалактическое путешествие продолжается и мы достигли краев галактики Андромеда. Вот она. Намного больше, намного массивнее нашей галактики Млечный Путь. Через несколько миллиардов лет эта галактика сольется воедино с нашей галактикой Млечный Путь. Она очень очень похожа на Млечный Путь. Так, давайте попробуем сейчас развернуть корабль и посмотреть увидим ли мы отсюда наш Млечный Путь. Аккуратно. Странник 2 очень неуправляемый, им очень тяжело управлять и посмотрите на небольшое облачко впереди. Это галактика Млечный Путь. Все таки хорошо, что у нашего корабля есть сверх ускорение и мы можем в считанные секунды в принципе собираться от галактики до галактики от планеты до планеты от звезды до звезды Аккуратно разворот и можно наверное в принципе отправиться куда-нибудь дальше. наше путешествие не заканчивается и следующий объект где мы с вами побываем это галактика треугольника спиральная галактика типа СС в созвездии треугольника и кстати говоря расстояние до земли сейчас составляет 2 миллиона 723 тысячи световых лет радиус данной галактики 30 тысяч световых лет кстати я отсюда вижу по-моему какие-то красивые планетарные туманности давайте сейчас прямо в них опустимся и также посмотрим из кабины нашего странника 2 нашего авиалайнера красивые виды добро пожаловать в галактику треугольник и как я вам обещал мы пролетим в самой пучине планетарной туманности здесь когда-то на месте этого взрыва была звезда но к сожалению как и все небесные объекты имеют свойство со временем погибать превращаться в сверх новое либо угасать и вот посмотрите как говорится неизбежность красный вид очень большой взрыв и это больше похоже знаете на крабовидную туманность я бы сказал мне интересно здесь есть ли рядом какие-нибудь экзопланеты мне пора немножко приспуститься и остудить свои двигатели и где-нибудь подзаправиться и кстати говоря мы нашли ближайший объект где мы на сегодня наверное завершим данное путешествие вот такая вот прохладная пустынная аквария но здесь отсюда к нам поступил ближайший сигнал видимо какие-то живые существа их подали нам и я надеюсь что нас там примут надеюсь что над нами не будут никакие ставить эксперименты возможно там живут такие же организмы как мы с вами но особо для жизни на этой планете ничего нет но у меня шанса нету мне нужно подзаправиться и немножко отдохнуть после таких длительных полетов да возможно на планете есть какие-то базы подземные или еще что-то и как я вам говорил эта планета сигнал шел именно с этой планетарной туманности крабовидная туманность номер 2 и все-таки наверное для новых путешествий я предпочту в следующий раз странник 1 нежели странник 2 управление тяжелое непонятное ну что же если тебе понравилось данное путешествие ставь пальчик вверх подписывайся на канал жми колокольчик дабы не пропускать наши новые видео и помните что космос и вселенная бесконечны и мы только начинаем свое путешествие в нем всем пока до новых встреч пока-пока а мне нужно аккуратно аккуратно максимально опуститься на поверхность этой планеты да по-моему какие-то приборы вышли из строя когда я пролетал возле нашего солнца так максимально близко я больше не буду сближаться со звездами все пока-пока новых открытий субтитры